Маленький IQ это не приговор. Если кто-то будет хвастаться перед тобой уровнем IQ прям в такой формулировке, то этого человека можно легко поставить на место. Вообще IQ это уровень интеллекта относительно среднестатистического человека, но при этом все индивидуально. Тесты делятся по возрастным группам и указывают на развитие человека, соответственно, его возрасту. То есть, например, ребенок в 10 лет и 16-летний подросток могут получить одинаковое IQ, но соответствовать они будут разным возрастным группам. Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты были в среднем около 100 пунктов. Так вот, интересно, что среднее IQ, измеренный по старым тестам, рос с течением лет. Этот эффект, кстати, был назван эффектом Флина. Профессор Джеймс Флинн провел исследование и выяснил, например, что с 30-х по 70-е годы среднее IQ у американцев увеличился на 15 пунктов. И исследования в других странах показали примерно схожие результаты. Тесты периодически обновляются и стандартизируются на новых тест-группах. В них среднее значение также приравнивается к 100. И самое интересное, что сегодня нет какого-либо единого стандарта. Поэтому сравнить результаты разных тестов крайне сложно. И в целом само число IQ утратило ценность в качестве некого универсального коэффициента. Чтобы тестирование превратить в настоящее исследование себя, нужно проводить целый комплекс тестов и только под надзором экзаменаторов. Сама идея просто ответить на вопросы, решить задачки и получить универсальную оценку выглядит как «узнай свой гороскоп». И вот почему. На прохождение теста может повлиять что угодно. От того, как ты выспался, до того, насколько твой жизненный опыт повлиял на умение проходить тестирование или как часто ты решаешь задачки. Да и к самим задачкам на самом деле тоже есть вопросы. Например, наиболее известным и широко распространенным IQ-тестом сегодня является тест Айзенка, существующий в восьми разных вариантах. Российский математик, академик РАН, доктор физико-математических наук Виктор Васильев обнаружил, что в этих самых тестах Айзенка у многих задач некорректно составлены условия либо ошибочные авторские решения. По его мнению, тесты Айзенка выдают высокую оценку людям с усредненным мышлением, в то время как более умный человек с большей вероятностью даст решение, отличное от авторского. Но кроме всего этого, с годами само понимание интеллекта изменилось. Сегодня есть множество определений интеллекта. И ученые пришли к выводу, что интеллект состоит из разных компонентов и не сводится к одному показателю. IQ-тест лишь показывает способность находить логические цепочки в задачах на время. И тем не менее, все равно интересно пройти, да? А вдруг примут высшее общество интеллектуалов? Хотя в мире реально есть несколько организаций, членство в которых достается за высокий IQ. Старейшая, крупнейшая и известнейшая из них — Менса. Только для людей, сдавших стандартизированные тесты IQ лучше, чем 98% населения. А еще есть общество тройной девятки. Они принимают только тех, чей коэффициент интеллекта выше, чем у 99,9% всех людей. И еще получается, что поколения со временем все-таки не умнеют. Новое исследование показало, что с 1995 года в ряде стран IQ имел тенденцию к снижению. Но теперь я думаю об этом только одно. Да какая разница? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова